Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Антон и сегодня мы продолжаем играть в русскую рыбалку 4. Так, сегодня у нас новая точка на леща и давайте сразу договоримся. Все видео на строге про леща будут называться новой точкой. Почему? Потому что точки, которые я снимал до этого, могут переставать работать или работать уже хуже, да? И точки на леща на строге постоянно обновляются, поэтому эти точки не новые ни для кого в принципе. Возможно, кто-то зайдет на канал и такой, вау, реально новая точка, типа все дела. А кто-то зайдет и скажет, типа, блин, какая-нибудь новая точка уже года три. Да, точки на строге, они всегда на леща одинаковые и просто они время от времени то работают, то не работают. Поэтому видео всегда на строге, они будут выходить каждый раз, когда точка будет меняться и каждый раз она будет называться новая точка на леща. Все, мы договорились, отлично. Ребятки, сегодня будем смотреть на точку, которая находится на координатах у нас в квадратике C5. Сами координаты 23, 46. Клипса здесь 17 метров, запоминаем это. Окей. Ловить мы будем леща и я очень надеюсь на трофей. Я так до сих пор, сколько я уже снимал, да, точки про леща на строге, я до сих пор свой трофейчик так и не закрыл. Но сегодня мы стримили. Привет всем, кто был на стриме. И мы, короче, здесь ловили лещей в турнире. И паренек взял трофейного леща. И потом после этого мне написали ребятки, которые были на стриме, и говорят, Антоха, мы тоже взяли по трофейному лещу. И я думаю, что точка отличная, в принципе. За ночь получается в районе 200 монет с трофеем. Вот. Ну, не важно, сколько получается, потому что всегда можно сделать лучше или хуже. Мы посмотрим, что получится у меня за ночь. Сейчас только 9 утра, вы не смотрите, я решил просто записать приветствие для вас, все объяснить. Давайте посмотрим на оснастку. Я буду использовать петлевую оснастку. Вы используете то, что у вас открыто. Если вы более новичок, можете простую донную. И если вы уже более профессионал, ну, лучше, конечно, петлевая оснастка. Я взял себе вот такие кормушки на две порции 80-граммовые. Сделал вот такой вот прикорм, ребятки. Это молотая перловка, вареное пшено, ругленая червь, опарыш, кастеры и чеснок. Вот. Для... Как поводки я буду использовать плетеный шнур на 9 килограмм. Вот такой плетеный шнур. Вот инфа по нему, если кому надо. Большой один крючок и тесто чесночное у нас. Все. В принципе, мы разобрались. Еще раз повторяюсь, потому что под каждым видео найдет человек, который спросит, какая клипса. Во второй раз повторяю, клипса 17 метров. Все. Ладно, ребятки. Я жду вечера. И примерно где-то с 8, с 20.00 по игровому времени мы будем уже забрасывать наше удилище. Итак, ребятки, уже 19, 24, 25. В общем, нормальное время, короче, чтобы закидывать удочки на леща. Проверяю свою клипсу. Скорость по нотке 50. Фрикцион у меня стоит на 16, потому что поводок на 9 и калибр. Это важно. Подстраивать свой фрикцион под тормоз фрикцион... Ну, короче, подстраивать фрикцион на катушке под поводочек, потому что тормоз фрикцион может быть 17, да. А поводок на 9. Ну, его к черту, короче. Сбрасываем. Все четенько, да. Лучше поставить минимум и подстроить посредний вес рыбы. Потому что, например, я уверен, что мне трофейный лещ, если попадется на эту сборку, да. Не считая, что калибр, фортуна карп. С 9-килограммовым поводком мне трофейный лещ будет разматывать. Так что я к этому полностью готов, ребятки. Все, сейчас рыбалочка под вырез. То есть, только хайлайты будут с выловом рыбам. Поехали. И вот он первый пошел. Давайте доставать. Ну, сейчас с вечера я слишком рано начал. По-любому будут клевать такие маленькие засранцы. Ни за что-таки я брать не буду в серии. Тут, ребят, долго ждать не приходится. Лещи клюют хорошо, клюют активно. И да, не начинал бы я так рано. Сейчас были бы побольше, конечно. Этих пока отпускаем. Но, в любом случае, начинаешь чуть пораньше. У тебя в 8 часов уже закинуты 3 удочки, по сути, да. И по-любому все по кайфику будет. Есть. Вот, это уже хорошее. Отлично, килограммчик будет. Сюда его к нам. Кило 100. Видите, как на кило 100 тянется, да, лещик? Вроде небольшой, маленький. А, дает деру, конечно, моему поводочку. Дает. Ну, сильно большие не стоит ставить поводки. Флюрокарбончик на 9 килограмм пойдет еще. То есть, больше не надо. Я вам честно говорю. Трофейного леща, даже синего, вы спокойно. Достанете. Вопрос только в том, что, новички, да, ребятки, если вам тут присядет карпик, я сразу предупреждаю. На точке садятся карпы. До 7 килограмм мне попадались, поэтому будьте осторожны. Сейчас я не знаю, что на строге происходит. Раньше ловишь леща, при ловом карпа нету. Сейчас на любой точке ловишь леща и при ловом идет карпик. Будьте осторожны, ребят. Теревная поклевка, пока клют мелочь, как видите, да. Нету особо крупненьких каких-то лещей. Ну, это зачеточка. Не, не зачеточка. Пока не будем брать ни зачеток. Основной клев начинается с 10 вечера, в принципе. Именно вот крупняк-крупняк. Но если начинать ловить с 8, то у вас к 10 вечера уже пару зачеток будет. Лещи на строге темы классные. Они и в кафешку сдаются, и продаются хорошо. Поэтому, ребятки, спокойненько сидим. Тем более, точка сейчас работает как трофейная, как и все точки, в принципе, которые я показываю в видео. Поэтому, очень надеюсь. Я еще не слил своего трофея и жду его. Почувствую, что только одна удочка работает, ребят. Я добываю такое, что клюет только на одну несчастную удочку. Но это нормально. Под вечер будет получше. Такого уже можно брать зачетного. В кафешке я видел лещей от килограмма. Меньше не видел, к сожалению. Но этого леща уже можно продать. За одну монетку хотя бы, да? Серебряную. Поэтому мы берем зачеток. Кто бы сомневался, что опять клюнет на эту удочку. Никто не сомневался. Это вообще мелочь. Достаем. Иногда приломом платва идет. Так что сразу предупреждаю. Прилом платва и карп. Другого ничего я даже и не видел. Если честно. Я думаю, еще можно подловить карася. Но это вообще минимальный шанс на самом деле. Интересная ситуация. Сразу две удочки у нас клюют, да? Здесь просто хороший мальчик у нас. Отличный. Вот видите, спинка черная. Вы уже знаете, что это лещ за килограмм. Если он белый весь целиком. Это до килограмма лещик. Может быть как зачетный, так и с большой вероятностью. Не зачетка может быть. Что у нас здесь? Посмотрим. Четыре леща уже есть. За четыре минуты. Не так уж и плохо. Но клев еще не начался. Ну и тем более сегодня на точке очень много отстояли. Пока там турниры делали на стриме и все остальное. Поэтому особо... Особо не обращаем внимания. Опять же повторяюсь. Даже во время турнира. При том, что у меня хорошо клевало. Я занимал место десятое по общему весу. Понимаете, да? То есть у вас может быть как лучше результат, так и хуже. Тут ночь на ночь не приходится. Вот тут карпик. Тот самый, да? Который идет прелом. В основном плюет до трех килограмм. Но опять же говорю, может быть залетный и на семь. Вот. Пожалуйста. Еще поклевка. Ммм, блин. Малявка. Ребят, вот сьма поглощает вину. Ой, остров, да? И у нас потихонечку... Все начинает клевать. Сразу уже по две удочки клюет. Все хорошо. Вытягаем лещиков. Это хороший. Пойдет. О, сразу, видите, началось. Началось этот развал прям. Если лещи пошли. И я все-таки очень надеюсь на трофей. Хотелось бы мне его словить. Но опять же, я ничего не обещаю. Если будет трофей, то серия будет называться Трофейный личный остроги. А, вот он. Килограммчик. Но я точно знаю, что из трофея клюют. Потому что мы и на турнире словили по трофейному лещу. Ребята после турнира мне писали, что половили из трофейных лещей. Поэтому тут вообще по кайфу. По-любому. Да, можно словить. Блин. Поднял удочку. Видите, ничего нет. Она клевала просто давненько. Ну ладно. У нас здесь. Дружочек. Килограммовый минимум. Точно есть. Вот он. Пожалуйста. Лещи дают неплохо опыта для новичков. То есть новичкам вообще рекомендую ловить лещей. Ну, на прошке, ребят. На прошке вы и карпа 7-килограммового достанете. И лещей с удовольствием потягаете. Я думаю, на всякий случай стоит уточнить, что такое прошки. Прошки, ребят. Это комплект фидера в магазине, получается. Допустим, малютку, да. И у нас тут сразу две поклевочки. Ну, это особо, знаете, тут особо времени не скучает, нету. Тут особо не постоишь, не погрустишь, короче, с этими лещами. Это хорошо. Это здорово. Клев активный. Клев стабильный. По несколько ночей можно спокойно стоять. Пока точка не перестанет давать лещей. Точка перестала давать лещей. Открываем мое другое видео. Идем на нее и пробуем там. Я думаю, что они все тоже работают. Просто клюет там чуть-чуть пореже. Может, там просто даже клюет нормально. А трофеев уже просто уже нету там. Вот, как может это работать. После небольшого затишья пошли у меня опять лещи. И добываю, да, ребят. И добавят минуту, не клюет буквально. Ну, не больше. Тут такого прям, что сидишь и нету, нету. Прям такого нету. Отлично. Если вы пришли и у вас не клюет лещь, ребят, попробуйте на следующую ночь. Попробуйте через часик еще раз половить. Да, через пару часиков. Я уверен, что эта точка, ну, неделю минимум будет работать. Сто процентов. Так, следующая поклевка у нас. С этой вот, на вот этой правой удочке. Синий, синий у нас сигнализатор. И что-то она поклевала, поклевала и перестала. Нет, давай нормальный, братик. Давай по-нормальному, а. Дружище. Надо проверить, сколько у меня порций. Ладно, прикормка еще есть, ну и хорошо. Я под два шарика использую. Мне приходится тратить очень много прикорма. Вот она, приловная платвичка. Мне тут на стриме почти трофейная зашла. И скажу так, я пока ловил лещей на строге, вообще пока снимал много серий, да. Я свою трофейную платву, можете ее здесь не закрывать специально. Я трофейную платву словил приловом именно на лещах. Сразу две поклевки. Вот эту можно поднимать, потому что там уводят уже, да, вбок. А вот на средней удочке, видите, как остановилась. Хотя она раньше начала клевать, и я уже думал ее дергать. Но, как видите, не стоит спешить. Подождали, у вас уводят леску. Ну и значит все хорошо, значит все хорошо будет. Тут леска, видите, ослабла. Давайте нажмем J и проверим методикой, да, вот этого просмотра. Ну, рыба есть. Рыба есть. Ну, и как я понял, ребят, дергалась. То есть, видели, у меня менюшка просто пропала, появилась. Значит, рыбка есть. Лещ на килло 700. Вот такие лещи, это хорошо. И лещи, это всегда классно. Смотрим, у нас еще одна поклевка здесь, вот на этой удочке. Это самая активная какая-то удочка. Может, не знаю, стоит левее, забрасывать немножко. Ну, я кажется, от этого не зависит. Мы на стриме так же стояли, и все хорошо клевало. Пойдет, там 800 грамм пойдет. Ну, а для тех людей, которые досмотрели до этого момента, да, минфу, смотри, трофейный лещ, лещ клюет ночью. Но самый большой шанс подловить троф леща, это под утро. То есть, с 4 до 8 утра. Еще одна поклевка у нас тут сходу, можно даже, да, было паузу не ставить. Что у нас здесь? Ну, уже утянуло, в принципе, да. Просто что-то небольшое, это, скорее всего, белый лещик. Нет, с черной спинкой. Ну, и хорошо. Килограммовые лещи, это основной фарм. Давайте посмотрим промежуточный результат на 20 рыбках. За сколько мы савили 20 рыбок и вообще профит на это или нет? Что у нас здесь за красавчик? Тоже черная спинка, отлично. Итак, снова у нас после небольшого затишья идет поклевочка. Ух, ребят, тут два варианта. Это может быть лещ на 3 килограмма. Да, это он. Это мог быть еще карп. И это мог быть трофейный лещ. Ну, да, трофейный лещ, я думаю, дал бы больше одера. Теперь мы это будем знать. Везем я одинаковые фрикционы, одинаковые поводки. Очередная такая же, со сбросом лески. Не знаю, почему она так клюет, интересно. Мелочь, пузатая, плотва. 182 грамма, ну такое. Ну, поклевочка какая интересная. Ну, что слабенькое. Слабенькое, иди ко мне, слабенький. Лещик. А, промежуточный результат, да, уже 22 рыбы. 22 рыбы за 17 минут, ребятки. Такой вот результатик. Давайте почитаем. Тут 20 лещей. А, тут 19 лещей. Не считая карпа и двух платвичек. Но мы их тоже берем. Лыба зачетная, почему нет? Очередное видео, уже посветлело. Вот с момента, как посветлеет на строге, шанс на поимку трофея у вас увеличивается. Эх, почти килограммовые, зараза. Понимаете, вот килограммовые стоят гораздо больше, чем 990 граммовые. О, пошла, пошла. Ой-ой-ой, хорошая поклевка. Ну, это что-то небольшое от гата. Что-то у меня какая-то вот дружба с трофейным лещом не задается на строге. Вот ни в какую не задается дружба с трофейным лещом. Не знаю, почему. Сколько серий я уже снял? Так я и без серии ловлю его иногда, ребят. Я и без серии иногда прихожу сюда половить, покайфовать. Да, и никак не могу словить именно трофейного леща. При том, что ребята заходят на мои точки и закрывают его чуть ли не за первую ночь. Ну вот, и это шикарно. А давайте хотя бы так. Хотя бы подписчикам я уже рад, на самом деле. Я уже рад буду. Смотрите, пошла, пошла, пошла. Что-то у меня было небольшое такое затишье, но еще, ну, какое-то время, там, минуты 3 не клевало. И вот у меня сразу за эти 3 минуты пришли все три леща. Пошла, 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 есть. Малютка. Опять плотва, что ли? Нет, микролещик. Такое бывает, ребят. Блин. Ой-ой, кто здесь у нас? Хороший просто. Просто хороший красавчик, видите, да? О, и там леска слабла. Пошла, пошла жарень. Пошла жарень. Это хорошо, это хорошо. О, смотрите, леска слабла. На самом деле, знаете, тут нету такого, чтобы была прям трофейная поклевка. Вот даже когда леска вот так вот ослабляется, да? Валдеть себе, может быть, нормально леща. Маленький карпушин, я его пущу, но не надо. Я знаю, что можно делать, ребят, кусочки рыбы из рыбы такой, да? Делайте на здоровье. У меня достаточно кусочков рыбы, и мне не особо хочется. Ой-ой-ой. Сейчас все раны дёрнул, ребят, будьте осторожны. Это обычный лещ у нас, но... Рановато я его дёрнул, поэтому он мог сойти просто-напросто. Неплохо, 28 рыб уже. Две очередные поклёпки. И так, смотрим. Блин, здесь бы хотя бы просто килограммового достать бы, да? Это уже не килограммовый. Но пойдёт. Зачёточку берём. Не добросил до клепсы, старайтесь добрасывать. Старайтесь всегда добрасывать. И опять мелочь какая-то. Тоже отпускаем. Он сейчас забросил. Идеально. Вот так вот, смотрите, аккуратно бросайте. Вот так вот, тогда вам не надо будет подтягивать леску полчаса. И тут у меня что-то клевало. А кто ты, воин, здесь будешь-то такое вообще? Давайте посмотрим. Ладно, он решил уйти. Скорее всего, плотва. Плотва-то клюёт, знаете, то клюёт, то не клюёт. О! Пришла, пришла сюда по клёвочкам. Ну-ну-ну, давай. Я вообще не удивлюсь, если мне опять на серию не придёт трофейный лещ. Я вообще не удивлюсь. Знаете, что самое смешное? Вот я на Куори снимал серию. Я три раза пытался её записать, чтобы прямо на серию мне пришёл трофейный лещ. Чтобы вы понимали, мне на серию ни одного трофейного леща на Куори не клюнуло. Зато я потом просто так сидел по фану. Смотрите, 6700. Пришёл по видео. Просто как по видео ловил точно так же. О, это карп. Это карп. Зараза. Это карп. Это может быть не до троф леща. Это карп. Вот так вот. Гата. Заберём. Заберём тебе трёхкилограммового. Тоже для кафешки. Идеально подходит. Этот карпик маленький, да? Что у нас здесь? Малютка опять. Да шо ж такое? Это зачётная малютка хотя бы будет. Вот. Так что пойдёт. Пошло. Утром, видите, ничем не хуже клюёт, чем ночь. На самом деле. Просто больше не зачётов. Мы ловим утром. Поэтому. Поэтому вот так вот. Ну утром и шанс трофейщика увеличивается. Пока такой вот садок. 300 на рыбка. Если только лещей показывать, да? И по массе их отсортировать. Пока самое большое на 3 300. Такой себе результат на самом деле. Могло быть лучше. Намного лучше. Но особо там, знаете, сильно огромных лещей ловить. Там. Вот если вы для кафешки ловите. Там лещи всегда килограммы или трофейные есть. Ну вот. Поэтому особо можете не волноваться из-за того, что у вас, короче. Нету леща. Блин, ну что здесь? Покажи нам уже игра. Кошмарит меня. Она меня кошмарит. Понимаете? До полусмерти. У меня сейчас там уточка начнёт клевать. А она думает, короче. Ладно. Ждём. Итак, ребятки. За 300 часов игры в рыбалку у меня такое впервые. О, я перезайду. Я уже не буду ловить лещей. Уже я потерял возможность. По сути, из-за того, что у нас такая вот фигня случилась. Да? Ну, ладно. Это прям не страшно. Давайте я перезайду, короче. И пойдём продавать. Смотрите, сколько мы там заработали без трофейчика. На этой точке за ночь. Итак, ребятки. Давайте смотреть кафе. Ну, моего любимого заказа на лещей, как всегда, на запись нету. Ну, вы знаете, короче. 4 леща по килограмму 40 монет. Давайте продадим карпа за 20 монетку. Будем считать сейчас. 20... 22 монетки будем считать. Потому что 21,70. 22 монетки с карпов. 171 со всего садка. Ну, 200 монет за ночь, грубо говоря. Ну, я считаю, что я не доловил. Потому что у меня просто дропнулся. Я не знаю, что у меня дропнулся. Интернет у меня стабильнее был. Всё нормально. Вот, ребят. 200 монет за ночь на лещах. Супер фарм. Мне кажется, это отлично. Если вы ещё трофейчик словите, то 300 монет у вас точно будет на вашем балансе. Я считаю, это очень хороший фарм. Особенно для новичков. Чисто по кайфику. Ловите лещиков. Кайфуете. Всё, ребят. Надеюсь, мы с вами поняли друг друга, что если у нас будет выходить серия на леща, на строгие, она всегда будет называться новой точкой. Даже если точка уже была в видео. Потому что точки на леща меняются. И вот есть всегда какая-то одна стабильная рабочая. И все остальные, которые я снимал, они тоже рабочие. Но уже работают как-то менее хорошо. Вот. Поэтому, ребятки. Такие вот дела. Ну, вы не забывайте про ваши лайки и комментарии. Напишите, как у вас прошла здесь рыбалка. Мне будет очень интересно почитать. Всем отличного дня. Хорошего настроения. И до новых встреч. Пока-пока.